Раннее утро. Человек с плакатом стоит напротив здания администрации. Стоит не просто так, а с вопросом, почему власть нас не слышит. Чтобы услышали, семьи пришли к депутатам и чиновникам сами с детьми. Но зал оказался слишком мало, потому все желающие туда не попали. Как, собственно, и большая часть журналистов, которые о публичных слушаниях узнали только сегодня утром. В мэрии объяснили это тем, что в Гордуме сейчас нет пресс-секретаря. Однако наблюдатели не исключают, что отсутствие информации о событии связано в том числе и с пикетом, ведь проблема, которую вновь захотели обсудить молодые семьи, назрела давно. Ситуация обостряется тем, что в течение последних пяти лет с 2014 года обычные молодые семьи с одним, с двумя детьми не имеют возможности получить сертификаты на соцвыплату, так как мизерное количество выдаваемых сертификатов не позволяет обеспечить им даже семей многодетных. Сейчас, по словам Анны, в очереди на получение жилья стоят более пяти тысяч семей. Многие ждут его уже восемь лет. Более 700 семей из программы в этом году исключили, ведь они достигли 35-летнего возраста и не могут больше претендовать на квартиру от государства. Активисты сегодня предложили пересмотреть бюджет на ближайшие три года, ведь, по их словам, федеральное и краевое финансирование ориентируется на возможности, которые заявляет город. Если мы поставим цель улучшить жилищные условия 1768 молодым семьям, то есть 597 ежегодно, необходимые финансовые ресурсы для этого нам потребуются ежегодно в размере 590 миллионов рублей. Из них мы получим 354 из федерального бюджета, согласно пропорции должны получить 118 миллионов из краевого бюджета, 118 миллионов из городского бюджета. Предложение вызвало бурное обсуждение. К слову, председатель городского комитета по финансам сказала, что понимает молодые семьи, но такую огромную поддержку им бюджет города оказать не может. Так вот, потребность в расходах, с учетом вашей потребности, составляет 15 миллиардов. Мы обязательно, ко второму чтению ваш вопрос, будем рассматривать, и понимая ваши ожидания, во всяком случае, и внимательно к этому относимся. Свою позицию высказал и тот, кто курирует барнаульский бюджет в городской думе. Понимаете, сначала выделяют деньги федерация, потом край, а мы-то уже третьими по очереди идем. И на сегодняшний день, еще раз повторяю, если будет на эту программу выделены деньги, я вас уверяю, что депутаты всегда проголосуют за корректировку бюджета, что это всегда и делалось. И деньги на эту программу будут выделены. Все эти высказывания не убедили молодые семьи. Те из них, кто в зал все-таки попал, проект бюджета города на следующий, 2020 год, не поддержали. 34 человека проголосовали против, а вот за были 39. Это как раз чиновники и депутаты. Стоит отметить, что решение, которое принимают на публичных слушаниях, носит исключительно рекомендательный характер. Активисты надеются, что им все-таки удастся выстроить диалог с Думой. Как заявила одна из участниц мероприятия, уже после слушаний к ней подошли несколько депутатов и предложили семьям свою помощь. Правда, в чем она будет выражаться, пока непонятно. Полина Жданова, Андрей Печоркин. День с толком.